Все знают, перед тем, как попасть в детский лагерь, нужно пройти медицинский осмотр. Иностранные дети не исключение. Во время такого осмотра врач обнаружил у 10-летней сирийской девочки отклонение от нормы. УЗИ брюшной полости показало опухолевидное новообразование. В этот же день малышку привезли сюда, в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Здесь собрали консилиум, решили срочно оперировать. А дяди девочки получили согласие. Операция длилась больше трех часов. Сегодня врачи констатируют, все прошло успешно. Операция несколько часов длилась, она достаточно сложная, потому что это образование вовлекало многие структуры, сосуды. То есть это технически довольно сложная операция и, соответственно, занимала довольно много времени. Но девочка перенесла ее хорошо и сейчас, после операционного периода, у нее протекает безо всяких осложнений. Обычный, после операционного периода. Сейчас 10-летняя пациентка под постоянным медицинским наблюдением. Рядом с ней почти всегда находится переводчик-волонтер. Министр социальных вопросов и труда Сирии благодарит белорусских врачей. Обоих родителей этой девочки убили. Находясь здесь, в больнице, малышка обрела новую белорусскую семью. Это заслуга всего персонала, который о ней заботился. Хочу выразить особую благодарность президенту Республики Беларусь за поддержку сирийских детей. В частности, за оказанную медицинскую помощь и счастливый шанс для этой девочки. Диагноз врачи пока не называют. Исследования покажут, был ли это рак или опухоль доброкачественная. Пока нам не удалось поговорить с маленькой пациенткой. Она должна восстановиться после операции. А 28 августа смена в детском лагере заканчивается, и сирийские дети улетают домой. Но в Беларуси ждут их снова в следующем году. Спасенную девочку, конечно, тоже. Наталья Козея, Дмитрий Лац. Наши новости.